И каждый раз тебя, тебя, я дико и синяюсь, я так люблю тебя, мы под кожей у друг друга. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Привет, девчонки. Не спите еще? Привет. Как дела, как настроение? По моменту. Привет, дорогая моя Кристиночка. Супер, это классно, супер. Привет, 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 привет всем. Юлечка здесь. У меня день там. У меня это где? Я смотрю, у меня там мальчики еще в эфире. Ну ладно, не будем дискриминировать на мальчиков, на девочек. Все равно одна эта тема. У меня утро. Еще даже не день, потому что день официально начинается в 12 дня. А у нас 11.47. Привет. Ждали меня. Спасибо. Класс. Слушайте, в последнее время в директ мне все столько там сообщений по поводу моего нового состояния, этапа жизни, по поводу моих инсайтов. И многие все спрашивают про страдания. Мне кажется, я вывела формулу, которой хочу сегодня с вами поделиться вообще про страдания. Как вам вообще интересно услышать этот инсайд? А потом поделитесь со мной тоже. Ну что, готовы? Помните даже, да, есть сказание «горе от ума». «Горе от ума». Ничего не буду говорить ни про что. Сейчас не вопросы. Не вопросы. Не надо уводить меня от цели в другие состояния. Джулия сейчас настроилась на одну волну. А вы хотите Джулию ввести куда-то в прошлое, где уже ничего нету. Все. Итак. Ум равно страдание. Запомните это. Ум равняется страданию. Почему, когда, например, человек находится в медитации, предположим, да? Ну даже не в медитации, в моменте. Вот в моменте человек танцует. В этом момент он не страдает, правильно? Потому что ум не присутствует. Присутствует просто вот бытие. Человек, будучи, находится в этом состоянии. И все, ума нету. Нету мысли, нету страданий, соответственно, да? Медитация так же самая. Человек куда-то погружается в этом моменте, если все-таки ему удалось сепарироваться немножко от своего ума. Страданий нету тоже, да? Дети. Вы заметили? Не сидят, не страдают. Никому не жалуются. Не сетуют на их жизнь, да? Ты знаешь, Петя, я так страдаю. У тебя столько игрушек. У тебя мама с папой такие богатые. А у меня нихрена нет. И вот я сижу тут с одним зайкой играю. Но дети же тоже не страдают. Не замечали никогда? Дети кайфуют и наслаждаются по моменту. Даже если у них есть какой-то один зайка или мишка там с лапой. Оторвали мишку лапу. Все. Он все равно будет кайфовать. Он не будет смотреть на другого ребенка и завидовать. Правильно? Да, Грибоедов знал. Конечно. Так тогда уже были люди и пробужденные, и просветленные. Все это всегда было. Это не сейчас новая волна начинается, поверьте мне. Все было, есть и будет всегда. Привет. Вау, брауз. Привет. Итак, смотрите. Прямо сейчас попытайтесь услышать. Без своего ума. А то он начнет кочевряжиться у вас там. Приветствую, приветствую. Итак. Когда начинается страдание? Когда ум, смотрите, начинает давать определение всему. Это хорошо. Это плохо. Это больно. Это радостно. Это счастливо. Это грустно. Да? Начинается сравнение. Начинается сравнение. Сравнение того, либо как должно быть сейчас в этот момент. Да? Еще раз повторю. Ум начинает сравнивать, как он думает, как ему кажется, должно быть в этот момент. Предположим, сейчас вот грустно, да? Или усталость. И ум такой, а вот должно быть так. А я должна быть полна энергии, чувствовать себя так. Бум. Автоматом начинаются страдания. Либо же ум начинает сравнивать истории из прожитого уже прошлого, которое не существует, как было тогда. Итак, еще раз повторяю. Ум всегда будет сравнивать и пытаться уйти либо в будущее, либо в прошлое. Как должно быть сейчас или как было тогда. Понимаете? Все. Он где находится? Он постоянно находится в работе, в работе, в работе, в поиске вот этого, как должно быть, как было тогда. А как сейчас в моменте? Он не проживает. Момент уходит. Вот оно, волшебство момента принятия того, что есть именно сейчас. Волшебство магии реальной жизни, которая случается именно сейчас. И в побеге за тем, как должно было быть, или как вот у Джулии, или как у Маши, у Васи и Пети, муж начинает страдать. Начинает придумывать себе какие-то цели, занятия, к чему-то стремиться, чтобы как бы оправдать свое существование в этом мире. Или, да, начинает что-то говорить, вот сейчас я заработаю столько денег, вот куплю себе такую машину, и тогда мне будет офигенно в этом моменте. И когда это, возможно, происходит, в этом моменте опять теряется все. Теряется все. Вот, протрезвели, правильно? И я тоже как бы, мне раз у нее пришло, раз в потоке. Вот, и в этом, о-о-о, мурашки пошли, а-а-а, от ваших сердечек. Все, и в этом моменте все потерялось, ум опять страдает. Он начинает вспоминать, ой, а как было тогда, когда у меня не было машины, мне так было классно и спокойно, а теперь я стою в пробках, и меня все раздражает. Да, это пример элементарный, да. Да, вот, опять, я буду закреплять, говорить еще раз, это про будущее, либо про прошлое, ум всегда в прошлом. Блин, в детстве так хорошо было, такие времена классные были, такие фильмы были, чистые, любовь, романтика, сейчас все опошлили, юбки короткие, сиськи новые, выкать, и все, ум опять где-то там застрял в прошлом. Причем в этом моменте нет ничего, и не было, и не будет, ни прошлого, ни настоящего, этого не существует. Когда мы идем ложимся спать, закрываем глаза, бум, экран выключается, все, картинки нету, мы не знаем, проснемся мы завтра или нет. Каждый раз мы ложимся спать, мы умираем, маленькая смерть, мы реально не знаем, что будет завтра, понимаете? А вот, и мы несчастные априори. Вот, например, мы начинаем гнаться за всем, пускай это не материальные вещи, это будет состояние, я вам сейчас скажу больше. Когда я начала заниматься кундалини югой, ааа, я себя так прокачала, у меня пошла энергия, какие-то видения у меня, ааа, волна, волна, волна мурашек, волна энергии каждый день. Потом бах, это ушло, слетело. Я просыпаюсь в один день, думаю, что за фигня, я начала страдать. Я-то, Джулия, ум, да, ум, страдать начал, Джулия, ум подумал, что он нашел разгадку вселенной, нашел, понимаете, зацепился за что-то, за практику кундалини йога, которая ум этот спасла, которая теперь будет в состоянии счастья находиться вечно. Опять очередная иллюзия, где-то там, как было вчера, либо сейчас, например, сегодня я проснулась, элементарный пример. Вчера у меня было такое классное, возвышенное состояние, такое радостное, было веселое, вы видели сториз. Сегодня я проснулась, у меня другое состояние. Сегодня я немного не выспалась, сегодня я проснулась в 6 утра, у меня какие-то, но это состояние. И я не даю быть заложником ума в этом состоянии, потому что жизнь все равно случается, неважно, как я чувствую, я в моменте. И если бы ум зацепил меня сейчас за крючок и сказал, блин, а что ты себя хреново сегодня так чувствуешь? Почему вчера у тебя вот так вот, а сегодня вот так вот? И ум бы опять начал искать определение, оправдание и искать себе занятие и работу. Что бы ему такого сделать, чтобы опять войти в это состояние, которое было вчера, понимаете? А этот момент, все, он бы ушел, жизнь бы прошла мимо в этом моменте, пока бы ум начал себе что-то придумывать, чем бы ему заняться. Или как он должен себя чувствовать сейчас в этот момент. Определение опять, как ум думает, он должен себя чувствовать сейчас. Да нет такого, как должно быть. Как есть, так и есть. Вот как есть. Где каждый из вас сейчас находится, так и есть. Это не хорошо, не плохо. Это просто есть. И пока мы не научим, не научимся принимать это состояние, да, мы будем страдать постоянно. Потому что никогда мы не будем удовлетворены. Подождите, солнышки, сейчас с вопросом еще хочу закончить. Хочу рассказать тоже на некоторых примерах, потому что на примерах проще всего понимать. И мне так легко отслеживать сейчас мои прошлые ситуации. Вот смотрите, как мой ум конкретно на моих примерах работает. У каждого из нас есть свои определения. Что для меня плохо, для вас, возможно, неплохо. Да? Или что для меня... Давайте сейчас не будем про медитацию, пожалуйста. Здесь как бы... Если вы пришли ко мне, здесь сейчас вещает все через меня. Поэтому мы не будем никого вводить в заблуждение, в практики, туда-сюда, в медитацию. Медитация тоже может быть глубоким убуждением, заблуждением и выходом только из состояния «я здесь, я сейчас». В медитации можно засесть и сидеть там, и не вылезать в мир. Так что подождите сейчас. Не злите Джулию. Итак, определения. Определения могут быть для каждого свои. Они зависят от детства, от того, как вы выросли, от того, чего вы смотрели, что, какой материал, мусор, какой поступал в ваш мозг. Ваш мама, папа, бабушки, дедушки, как они себя вели. Школа, не знаю, общество. Все это создало своего рода определение, да? Например, это плохо, это хорошо. Курить там это для кого-то хорошо, для того плохо. И вообще проекция мира идет. Кто-то придумал, вот это хорошо, это плохо. Вот. И с таким вот понятием вы живете, да? Например, для кого-то в семье изменять это неплохо. Они так делают, они нормально себя чувствуют. У кого-то нет угрожения совести. Поймите одно сейчас, что я вам хочу сказать. Что нету ни хорошо, ни плохо в этом мире. Нету. Все есть ровно. Все имеет место быть. Понимаете? Это сложно понять, потому что мозг-то хочет сказать. Нет, ну как же, если кто-то кого-то убил? Это же плохо. Это же так нельзя. Нету ничего. Есть просто экран, через который идет картинка. Все транслируется. Жизнь случается. Она играет. Она себя сама испытывает. Вот он, бог, бог, бог. Поймите, понимаете? Итак, начинаются определения, начинаются страдания. Рассказываем вам элементарную историю. Вообще офигенная история. У меня есть и был и есть мой лучший друг. Он мне как брат был. Мы с ним познакомились, не помню, когда еще пять лет назад. Мы с ним проходили такой классный тренинг глубокий в Майами, где мы прям с ним сконнектились, и он как будто бы увидел во мне там отражение своей матери, а я в нем где-то своего отца. И мы прям раз так, как брат и сестра стали. Мы с ним путешествовали на Бали, ездили первый раз, когда четыре года назад. Так вот, в своем лучшем друге я видела прям вообще самого лучшего друга. Вот лучше не может быть. Я дала ему определение. Он самый лучший, он самый офигенный. Я могу на него положиться, я могу ему доверять. Все. Это было круто. У меня даже никаких сомнений не было. Вот я ему дала это определение, картинку, понимаете? Мозг мой дал. Окей. Итак, мы приезжаем с ним на Бали, и мы начинаем там с ним ходить, тусить в разные заведения, кафе, там рестораны, не знаю, какие-то вечеринки. И в каждое заведение, в каждый ресторан, куда бы мы ни заходили, к нам несутся местные болинистки, болицы. О, бойфренд, бойфренд, this is your boyfriend, this is your boyfriend. Все. О, это твой жених, это твой бойфренд. Ой-ой-ой-ой-ой. И я говорю, нет, это не мой бойфренд, да? И меня это стало цеплять, мое эго, да, мое эго. Посмотрите, меня стало это так цеплять, настолько меня стало это раздражать. И даже один раз, когда мы зашли в ресторан, и я смотрю, на нас все обернулись, я, та, та, Джулия, представляете, встала и сказала, this is not my boyfriend, это не мой бойфренд. Представляете, вообще пипец, у моего друга шок. Он стоит на меня, смотрит такой, what the fuck, что происходит? Вот. Я потом поняла, слава богу, мне хватило осознанности, что в моем определении мой ум определил, как мой бойфренд должен выглядеть, каким он должен быть внешне, как он должен ходить, как он должен одеваться. И мой друг под это описание не попадал, да? Вот как друга он был идеальный, я не видела, какой он там смешной, как он одевался в глаженной-неглаженной одежде, мне пофиг было, как он говорил громко-негромко, что он делал, мне насрать на это было. Потому что как друг он мне идеально подходил, годился. А как бойфренд он был не идеальным в той картинке ума, которую создала Джулия в описании бойфренда, понимаете? От этого начались страдания, началось эго. Это мой бойфренд? Нет, это не мой бойфренд. Мой бойфренд должен быть такого роста, так-то одеваться, такие глаза, не знаю, так-то пахнуть и так-то говорить. Понимаете, я сейчас о чем я говорю? Следуйте, я просто очень быстро говорю. И от этого начались скандалы, начались страдания. Страдания начались в моменте, я началась ругаться своим другом. Если бы у моего друга тогда не хватило осознанности понять, что Джулия сейчас проходит какой-то этап, то он бы сказал, да ты что, офигела, да пошла ты нафиг, ты так ко мне относишься, ты так вообще меня не уважаешь. Заходим в ресторан, представляете? Это не мой бойфренд. Типа, понимаете, определение мозг дал, иллюзорное определение, что каким должно быть, как кто должен кто выглядеть, как они попадают под наше определение в нашу жизнь. Тут недавно я сидела, думала, у меня есть друг Дэнни, вы все видели его, да, афроамериканец, такой красавчик, с длинными дредами. Я, Дэнни, вообще не вижу как темнокожего, у меня нету, я его не вижу, как бы я не разделяю, да, вот Дэнни и Дэнни, я его вижу как душа, как человек. И тут я уловила себя на мысли, это из прошлого еще приходило, на определение, что если бы Дэнни был моим бойфрендом, возможно бы я включила вот эту вот сторону, ой, а он афроамериканец, а он темнокожий, а что обо мне подумать? Ну та старая Джулия программа, сейчас бы уже этого не было. Ну вот я в прошлом вам говорю, определение. И начала бы Джулия страдать, да, даже если бы Дэнни как человек ей нравился, и он бы хотел быть ее бойфрендом, предположим, или стал бы бойфрендом, та Джулия начала бы думать, а что про меня сейчас подумают, а что скажут? А вот люди скажут, ой, проститутка, как раньше в России, помните, там, с чернокожим. Вот все вот эти вот программы, определения, и все, и Джулия бы начала страдать, вместо того, чтобы наслаждаться моментом, моментом с человеком. Понимаете? Определение опять, как должно было бы быть, или как было в прошлом. Программа ума. Прошлое, будущее. Прошлое, будущее. Все. Настоящего нету. А в настоящем моменте, что самое важное? Как мы себя чувствуем сейчас? Без определения. Вот сегодня я немного устала. It's okay. Завтра будет по-другому. Понимаете? У нас же нету ожиданий никаких. Мы же не пытаемся контролировать день и ночь, да? Вот раз утро настало, и мы такие, что за фигня? Почему настало утро? Мы хотим, чтобы всегда была ночь, да? Что за фигня? Мы же не начинаем, блин, злиться и страдать, потому что наступил день, потому что ночь почему-то сменилась днем, да? Почему? Потому что мы это принимаем как должно, ну, типа, так устроен мир, да? Вот это вот такое явление природы. Здесь мозг не пытается почему-то анализировать. Блин, почему наступил день, как мне проконтролировать так, чтобы была всегда ночь? Понимаете, да, о чем я? Но почему-то сами в своем теле, в нашей личности, в картинке, которую мы думаем, это и есть наша реальность, мозг пытается все контролировать. Как должно быть? Где мы должны сейчас быть? Что у нас должно быть? Что мы должны иметь? И от этого будут всегда страдания. Поверьте мне, вот вы видите меня по ту сторону экрана. По ту сторону экрана для вас, для вашего мозга, для вашего ума, жизнь Джулии, возможно, кажется идеальной. Вы дали определение, потому что Джулия вот так-то одевается, она так-то выглядит, у нее есть внешность, конечно, ей там легко. Ой, она живет в ЛА, ой, у нее там солнце, у нее всегда счастье, у нее есть машина, ей так удобно, у нее дом, у нее там вообще друзья. Ваш мозг уже дал определение моей жизни, сравнение со своей жизнью, понимаете? А если бы я сейчас, где я есть, начала бы сравнивать свою жизнь с кем-то, поверьте мне, в картинке идеального мира, в представлениях людей, моя жизнь далеко бы не была идеальной, да? Вот, потому что каждый посмотрел свои колокольни. Ой, Джулия уже 40 лет, у нее нету ни двора, ни кола, ни мужика, ни детей, понимаете, да? Ну, Джулия-то знает, что как бы в прошлом у нее все это было, уже был этот опыт. Были и мужья, и возможности иметь, и детей, и дома, все это было, все это было оставлено. Понимаете? Понимаете, о чем я сейчас говорю? В данный момент, вот, есть у меня я, есть, есть то, что было неизменно, всегда будет. Что будет завтра, я не знаю, но я не могу переживать по поводу того, что будет завтра, потому что завтра просто не существует. Сегодня, в этот момент, в эту секунду, есть все вот так, как есть. Я благодарна, и все идеально. Есть, что поесть, покушать, есть крыша над головой, есть машина, есть деньги купить еду, есть какая-то одежда. Все идеально в этом моменте. Что будет завтра, я не знаю, но я буду жить уже по моменту, жизнь будет происходить и случаться и выстраивать для меня, как должно будет быть в том моменте. Но зачем мне думать о том, чего еще нету и возможно не случится, понимаете? У меня вчера друг один позвонил в шоке, ааа, он, знаете, очень осознанно, иногда у него включается страх, и его накрывает, и это абсолютно нормально, даже у осознанных людей это бывает. Он говорит, слушай, я сейчас осознал, что пипец, у меня нету ни семьи, ни жены, блин, ни детей, а что, если меня завтра скрючат, спрорализуют, и что, и кто ко мне домой придет, кто мне даже найдет, если меня тут скрючат. Я говорю, ну ты же понимаешь, что это как бы теория, априори этого не случилось, и как бы, что должно будет быть, то и произойдет все равно, понимаете? Гарантий нет никаких в мире. Вот смотрите, у многих из вас сейчас материалки есть, и дом есть, где вы живете, и квартира, возможно, ипотека, возможно, вы снимаете, у вас, у многих, гораздо все как бы лучше, даже чем у меня, возможно, состояние стабильности, да? Понимаете? Но при этом у вас страхи, вы живете в волнениях, вы недовольны своей жизнью, вы не нашли себя. Стабильность иллюзорная, она ничего не дает, сегодня есть, завтра нет. У меня есть друзья, у которых дома были шикарные, в Малибу, они сгорели, и пиздец, котенку, все. Были мужья, которых женщины не чаяли души, понимаете, были деньги, богатство, развалилось все, да? На примере есть мой бывший муж, второй бывший муж, у которого было все классно, все идеально, и рос бизнес, когда мы с ним вместе были. И когда я ушла от него, его первая жена, первая жена, с которой они 10 лет уже были в разводе, которая не имела отношения ни к его домам, ни к счетам в банке, забрала у него все, понимаете? Через суд каким-то образом, какие-то истории закрутилась, забрала все. Человек, сколько ему сейчас лет, 60 лет, начал все с нуля, понимаете? Нету никаких гарантий, ни счет в банке, ни там деньги под матрасом, ни мужья, ни дети, что кого-то не станет, нету гарантий, понимаете? Поэтому нужно жить не для чего-то аккумулировать вот все это материальное и думать, что это сейчас вам даст свободу, что это вам даст счастье. В моменте сейчас есть все, что вам нужно. Есть и свобода, и счастье, понимаете? Счастливым стать нельзя. Счастливым человеком можно только быть, потому что счастье это не когда ты чего-то достигнешь, никогда тебя кто-то полюбит, боже мой, особенно никогда тебя кто-то полюбит. Ты сам себя должен полюбить первым, но для того, чтобы полюбить себя, ты должен понять, кто ты есть. А мы вообще не знаем, кто мы есть, поэтому, конечно, как мы себя можем любить, если мы только определяем себя определениями. Вот. Понимаете, да? Поэтому вы должны прочувствовать волшебство этого момента. Я как-то, помните, у меня был такой гуру первый, с которым я работала, Стив Рос. Вот он еще тот приколист, который был монахом, понимаете? Который был монахом, которого прошел через озарение, просветление он реально прошел, и которого жизнь вернула в Лос-Анджелес нормальную жизнь. А он мне как-то сказал, что-то я ему там про чудо, про чудеса, там Стив спрашивала, а он мне сказал, «Ты и есть чудо!» «Ты и есть чудо!» Я не поняла этого тогда. А сейчас я каждый день, блин, когда открываю глаза, такая раз, открыла одним глазком, посмотрела, «Вау!» «Я есть!» «Я есть!» Фильм продолжается, картинка продолжается, но это ли не чудо? Возможность испытывать все. Вот сегодня я включила, и там грустненькая, не грустная песня играла, а такая она классная, но у меня такое состояние ностальгии, и я такая, «Вау!» Джулия такая сейчас ностальгирует, у нее такие слезы пошли, ностальгии, так классно было! Знаете, какая песня была? Что-то Валерия Меладзе там, там, что-то там, «Я не могу без тебя!» Я думаю, «Блин, какие классные чувства!» «Я есть!» «Я проживаю это!» «Я не могу без тебя!» И это так классно было!» Потом я раз такая, переключилась, «Окей!» Сейчас другое состояние, проживание, вот оно, проживание жизни, эмоции, эмоции, не определять, хорошо, плохо. Сейчас что-то заболело, у меня тоже что-то иногда болит, да, как у нормального другого человека, раз что-то кальнуло, но я уже не определяю, «Оооо!» «Пипец!» «Бегу быстрее в интернет, смотрю симптомы!» «Что это может быть?» «Ааа!» «Мозг, мозг, мозг!» «Крычок подсадил!» «Надо к врачу идти, может быть это это, может надо теперь лечиться, надо что-то делать, на чистку садиться, на веганскую, аааа!» «Нет!» «Кальнула?» «Ну кальнула!» «Ну ощущение, ну в теле, опыт, прожила без определения, потому что, если бы я начала определять, пипец начинались без страдания, понимаете?» «Пытайтесь не давать ничему, никому определения, суть, не суть, а осуждение других людей, ум только будет осуждать, ум будет осуждать, опять начнутся страдания, это хорошее, это плохое, это шлюха-проститутка, это святая, между святой и проституткой нет абсолютно никакой разницы, понимаете? Если вы это поймете, то вы освободитесь, потому что у каждого характера в этой игре есть право проживать свою жизнь так и не как хотят. Хотят изменять, хотят пьют, бухают, хотят веселяться, хотят ржут, хотят плачут, хотят страдают, хотят болеют. У каждого абсолютно есть право. И мы здесь не для того, чтобы кого-то... Окей, даже это я сейчас хотела сказать, у меня раз осознанность включилась. Хотела сказать, смотрите, вот как ум, смотрите, как ум работает. Я хотела сейчас сказать, и мы здесь не для того, чтобы мы кого-то спасать, кому-то помогать. Бум! И остановила себя вовремя. И даже это не истина, потому что даже если кто-то в этот момент хочет кому-то помогать, кого-то спасать, он также играет свою роль. Все, абсолютно все имеет место быть. абсолютно все, любимые мои. И все, так же, как и вы, и все, что вокруг вас, потому что все, что и происходит, и является частью вас. Понимаете? Вот. Это так интересно, это так интересно вообще. Это, это необъяснимо. Это гениально, гениальная игра ума. Гениальная игра ума. Вот. Поэтому страданий нет. Страданий нет. Ум придумывает страдания. Гонится постоянно за чем-то, да? И смотрите, ум определяет все. Даже вот сегодня я себя поймала на мысли. Думаю, блин, насколько у меня эффективно вчера прошел день? Насколько заданий я успела выполнить? И я такая думаю, пипец, что такое эффективно, что такое нет? Что такое действие, что такое бездействие? Наш ум сам определяет. Для кого-то лежание на диване это бездействие, да? О, этот человек нихрена не делает, он лежит на диване, смотрит в потолок и думает, мечтает. А для того человека это действие. Он определял это как действие. Понимаете? А для кого-то, кто в погоне, постоянно бабло зарабатывает на встречах, телефоны, деловые, для кого-то это бездействие. Понимаете? Опять. Ум постоянно дает определение, начинаются сравнения. Понимаете? Наш ум постоянно что-то с чем-то сравнивает. Как должно было быть или как было. Должно быть, было. Должно быть, было. Должно быть, было. А как сейчас есть? А сейчас есть так, как должно быть. Не делайте вы сейчас ничего, значит, так должно быть. когда надоест вам ничего не делать, когда вам надоест, не знаю, например, излишний вес, который у вас есть, тогда, возможно, вы захочете что-то делать, занять спортом. Вот Джулия, например, очень нравится, как она выглядит. Да, вот, например, тело ее, в какой она форме, она встает утром, она делает йогу, растяжку, подышит. Ей это нравится в моменте. Это не хорошо, не плохо, вот ей так нравится, да, все. Она об этом не думает в моменте, вот, да, например, пример расскажу, Джулия утром просыпается, она не думает, блин, надо действовать, надо делать йогу, надо повышать осознанность, нет такого надо, хорошо или плохо, понимаете, нету такого. Поэтому даже вот вы, все, кто гонится за практиками, надо проходить опять твой курс, мне сейчас многие пишут. Девчонки, два года, вы долбите одно и то же, а может не надо, может не надо или надо, но это вам опять-таки решать, все по моменту, понимаете. В общем, здесь со словами даже нужно быть аккуратнее, потому что ум, 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 все по моменту, все по моменту, смотрите, чтобы ум ваш крючки на вас не навешивал. Попытайтесь, попытайтесь прожить хотя бы час своей жизни созерцанием и посмотрите, что будет проходить. Вы скажете, ну да, конечно, как с созерцанием, надо просыпаться, надо идти на работу, надо не опоздать. А вот представьте, что, блин, не знаю, не пойдете вы на работу. Но опять это по состоянию должно быть, понимаете. если в моменте тебя обижают, никто никого не обижает, вы опять определяете, что такое обижает. Ну мне сейчас мог кто-то по улице дать по морде. Ну окей. Ну если бы в этот момент не было бы осознанности, я бы сказала, блин, меня сейчас обижают. Меня обижают, значит это плохо. Меня обижают, значит это карма, значит мне от чего-то прилетело, значит у меня что-то непроработанное, значит у меня какая-то травма, значит я еще жертва, Значит, мне надо идти к психологу, вы понимаете, как все завязывается, ниточка, без определения, попытайтесь, никто вас не обижает, все случается, просто жизнь идет, да, понимаете? А если вам хочется жить в забытие, в состоянии спящем, тогда вас обижают, вам что-то делают, с вами происходит, тогда карма, прошлые уроки, реинкарнации и нон-стап, 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 как та белка в колесе, которая думает, что пиздец, если она сейчас остановится, жизнь закончится, если колесо остановится, а потом раз ее с колеса вынимает, а жизнь продолжает. Не важно, в колесе она бегает или такая, ну а чили она сидит, белочка, как на воротах лежала вчера, помните? Это очень сложно понять, потому что ум, 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 ум привязан ко всему, ум привязан, он выживает, он выживает за счет этого, понимаете? Эго, эго выживает, бля, пипец, меня обижают, что мне надо сейчас включать? Мне надо включать, как это сказать, нападающего или защитника. Или мне надо бежать, или мне надо что-то прорабатывать, понимаете? Уму постоянно нужны занятия. Бытие происходит без ума, вопреки тому, занят ум чем-то или нет. Оно случается в моменте без определения, понимаете? Ой, не могу, что не можете? Что не можете, скажите мне? Там столько было, белочка на чили, да, ну я тут насмотрелась, вон, что там на чили поют в инстаграме. Слушайте, я раньше себя так осуждала, блин, свой характер. Надо быть такой, надо быть такой, а сейчас надо быть такой, а сейчас надо быть такой. А здесь надо сидеть так, а здесь надо белой одежде, а здесь инстаграм нельзя посмотреть, потому что что люди подумают, если ты скажешь, белочка на чили, они, наверное, подумают, пипец, что ты посмотрела видео Джигана, но ты же духовный, ёб, прст-учитель, ты не можешь смотреть инстаграм, и ты не можешь запоминать слова из Джигана, песни. Ё-моё, страдания! Понимаете? Ты чудо, и ты чудо! Я есть чудо! Повторяйте себе, каждое утро, когда просыпаете, бляха, муха, становится так интересно жить, вы не представляете. Я такая стою в постели, бля, я чудо! Что сегодня будет? Жизнь случается, понимаете? Вот я пример живой жизни, я не знаю, что нафиг завтра будет, реально не знаю. Но я вам скажу вот что, чудеса каждый день случаются. Три месяца назад я вернулась в ЛА, я завела свою машину, у меня машина ни хера не заводится. На скрине, на дисплее вылезла красный радар. Везите машину срочно к механику. Как я ее могу везти к механику? Она даже не заводится, пипец, у меня шок. Знаете, сколько стоит оттащить машину к механику? 500 долларов! Я такая сижу, чешу репу, думаю, ё-моё! Такая посидела, расслабилась, вдох-выдох, отпустила контроль. И такая говорю, моя машина работает, моя машина работает. Завожу, короче, ключи, машина работает. Приезжаю к механику, говорю, слушай, произведи обследование. Показала ему картинку на дисплее, что там? Он говорит, ну пипец, тебе это будет стоить 2,5 тысячи долларов. Починить эту хрень. Да проще новую машину купить. Прикиньте, починить эту хрень 2,5 тысячи долларов. И что вы думаете? Он сказал, ну ты вообще не сможешь ездить. Я такая, окей, посмотрим, как жизнь случится. Три месяца уже езжу. Завожу каждый день машину, не знаю, что будет, заведется, не заведется, понимаете? Но я отдала контроль полностью. Вот она, жизнь, она случается. Она происходит, понимаете? Когда что-то будет, тогда будут другие события. Что-то будет происходить. Что-то будет происходить с нашим характером. Ну, характером в смысле character, sorry, поправка на английском. С нашим героем, с нашим актером. Понимаете? Но нельзя бороться с жизнью, контролировать, ни хера не получится. Понимаете? Джулия крутая. Какой график оффлайн-встреч? Дорогая, привет! Что-то пока оффлайн-встречи не провожу, потому что сейчас начинается запись нового онлайн-курса. Надеюсь, что он в потоке запишется, потому что в курсе важно передать состояние. Вот. Движуха, движуха, да. Ну, кстати, надо провести встречку. Надо провести, наверное, пока волна осознанности и озарения не ушла от Джулии. Вот. Спасибо вам снова, Заря. Да, это спасибо. Я не знаю, кому вам. Пытаюсь, конечно, отделять себя от личности. Знаете, старой Джулии, конечно, было бы, блин, так обидно. Прикиньте, комментарии там такие размещают. А сейчас вот этой Джулии, которая не привязывается к ее личности, она отслеживает реакции. И это не значит, что я ни хрена не чувствую. Конечно, может, что-то раз на секунду. Но я просто отслеживаю, что, ну, это Джулия думает, что ее сейчас обидели. А кто Джулия? Ну, Джулии реально нету. Понимаете? Это не слова красивые. Это не, блин, как вот там Маска фильм Джим Керри сказал. Я не за ним повторяю. Я не повторяю просветленных людей. Я далеко от просветления, поверьте мне. Но я просто как бы это раз что-то переключила, shift какой-то. Я это просто поняла и почувствовала. И я за этим наблюдаю. Понимаете? Я даю себе право быть вот этому характеру, character, этой роли, которая, кто думает, Джулия играет. Я даю ей право быть. Ученая в моменте захотела, вот как ребенок. Ну, представляете, ребенка, какое чистое сознание. У ребенка еще личности нету. И ребенок не думает. Я вот такой. Сейчас, если подойду к этой девочке и поцелую ее в щечки, а она меня отвергнет, значит, я, сука, недостаточно хорош. Значит, у меня штаны какие-то дешевые с секонд-хенда. Или мамка с папкой, и мне сегодня, значит, недостаточно дали любви. Мальчик маленький. Чистое сознание. Он видит девочку. Он подходит к ней и целует ее в щечку. Вот оно, бытие, понимаете? Вот оно, бытие, когда я, я вам рассказывала историю, подбежала к Тиму Стори, к легендарному, блин, спикеру, который там учил Брэда Питта и Опру, да, на Опре был сто тысяч раз на самом шоу. Вот оно в сознании, в моменте, не анализируя, Джулия подбежала к нему. И в результате, в результате того, что страх или эго, или программа, или определение, куда ты, бля, прешь, он такой, а ты кто? Сейчас тебе он там скажет, не подходи ко мне, девушка. Этого не случилось в моменте, понимаете? И в результате друзья, мы друзья, и мы общаемся. Но это не классно, когда мы позволяем себе быть, и нету ошибок, нету правильно, неправильно. Я вот тут тоже кое-что сделала в моменте, неделю назад, и это так было классно. И сегодня посмотрим, что из этого дальше будет, я не знаю, но я открыта. Но в состоянии потом вот этой вот эйфории, действия по моменту, бытия, потом, возможно, будет раз эго пытается включиться ум. Ты что, бля, сделал? А что сегодня будет? Ой, а что, а как? И я такая, fuck off, fuck you, знаешь, don't fuck with me, типа, моему, говорю, уму. Я буду наблюдателем, я буду сознанием, я буду смотреть, что как будет. Понимаете? Поймите, что мы есть, были всегда и будет. Мы никогда не одни, мы вот-вот, вот оно, оно, все, вот эта картинка, все. Комната, подушки, люди, собаки, цветы, это все есть мы, не отделены мы. Понимаете? Я смотрела на дочь 11 месяцев и наслаждалась ее мимикой и реакцией от всяких мелочей, от нее учусь. Так она и есть вы, вы, дочь, это все одно. Поэтому, девчонки и мальчишки, не нужно себя ни с кем сравнивать, не нужно пытаться что-то иметь, понимаете, к какому-то возрасту там стремиться. Ну вот что мне, мне было 25 в Москве, когда я жила, я чувствовала себя, блин, старой девой, потому что 15 лет назад это было уже все. 15 лет назад в России, если ты не замужем, ну что, вышла в 26 замуж первый раз. Что? Принесло мне это счастье, принесло мне это удовлетворение, понимаете? Опять, потом второй брак. Я не говорю, что надо выходить замуж или не надо, все по моменту. Каждый играет свою роль. У кого-то дети, у кого-то собачки. Я раньше осуждала людей, бля, собаками, которые в колясках везут. Думала, что за хрень, относятся к собакам теперь, блин, лучше, чем к детям. Понимаете? Каждому свое, каждый. Нет, не хорошо, не плохо. Есть просто, вот оно, вот оно. Жизнь играет. Река течет, луна, солнце, день, ночь. Ни хорошо, ни плохо. Понимаете? А с какого момента ты так стала воспринимать жизнь? Наблюдать за персонажем Джулии? Так интересно. Кажется, это недавно произошло. Классный вопрос. Я сейчас скажу, когда это конкретно произошло. Знаете, осознание у меня было того, как Джулия себя ведет, что она делает, что она творит. Но раньше я ее очень осуждала. Это было, даже 7 лет назад это было. Но это было постфактум, когда она что-то сделала уже. Когда она где-то там нагадила, не знаю, что-то сделала. По тому ее определению плохо. А вот так вот, как сейчас, я вам скажу конкретно, когда это произошло. Это произошло в этом году. Это произошло, может быть, даже в том, в конце того года. Я провела в Дублине, в Ирландии. Я провела в этом моменте 2-2 счастливых недели. И это было кайфово. Потом меня выбросило оттуда. Вот. Меня периодически накрывают эти моменты. Это открывается, а потом схлопывается. Поэтому вот весь этот город, я год-год нахожусь в этом состоянии. On and off. Меньше и больше это приходит. Но ты просто это уже знаешь и ты помнишь. Но это не просветление, судя по видео, просветленных людей, у которых произошел шифт сознания, и это уже никогда не забудется. Я еще не там, и вообще я никуда не стремлюсь. Я не стремлюсь к просветлению. Стремление где-то быть, где-то оказаться, кем-то стать, это опять-таки страдание. Понимаете, это ум. Опять себе, блин, придумал, чем ему нахер заниматься. Живите здесь и сейчас. Все. Наслаждайтесь тем, что есть. Нет ничего, наслаждайтесь тем, что нету. Понимаете? Мой племянник увидел тебя. Ему почти три. Говорит, это кто? Я говорю, моя подружка. Говорит, хочу поздороваться с ней. Привет от Альтаира. Какое чудо! Привет, Альтаир. Звони мне в эфир, Альтаир. Набирай. Давай поздороваемся в эфире. Пускай звонит мне. Джулия, мне так нравится твоя открытость и свобода в высказываниях. Мой ум все еще немного положительно удивляется от того, как ты материшься, потому что я разрешила себе право быть. Так, у меня там кто-то реквест посылал. Я просто себе разрешила, я перестала давать себе определение, какая Джулия хорошая или плохая, как она будет выглядеть, кто о ней и что подумает. Потому что Джулии нету как таковой, поэтому кто, что, понимаете, как бы вот, разрешила себе быть. Понимаете, раньше я играла роли, и сейчас какая-то роль есть, они роли, они будут постоянно, но раньше эти роли были масками, а сейчас роль такая, вот она настоящая, какой я родилась. Вот я такая есть, понимаете, вот вы такая, кто-то грустный, кто-то веселый, кто-то секси-шмекси, вот я всегда была секси, я этого не приобрела, я этого нигде не научилась. Ну вот я такая, где-то я открытая, где-то я закрытая, где-то я ржачная, смешная, где-то я просто пиздец какая, ridiculous, ridiculous и outrageous, я не знаю, как это сказать по-русски, эти два слова не переводятся. Где-то я вот ку-ку, понимаете, мне насрать, я такая, какая я есть, я не буду играть. Вот вчера какой-то идет чувак по улице, он остановился со мной, говорит, ой, какая ты классная, откуда ты? Я говорю, бля, с луны, я всем так говорю, потому что я реально, Джулия, ее характер, ее актер, он считает, что он с луны сюда пришел. Понимаете, в этот момент я не играла, не пыталась, я, я из России, из Москвы, я живу в Лос-Анджелесе, в Америке уже 15 лет, мне насрать, что он от меня подумает, что я сумасшедшую, что я ку-ку, абсолютно насрать. Вот в тот момент Джулия сказала, я бляха-муха с луны, а что, не видно, я говорю, I'm from the moon, вот это я, понимаете, я такой хочу быть и хочу кайфовать, потому что я кайфую сама от себя, от своей сумасшедшести, от своей неординарности, мне, мне нравится вот этот вот характер, актериса, которая вот сейчас, вот она, вот она, я есть. Я просто за ней наблюдаю, все, я ее полюбила, приняла, что я могу сделать с этим, я могу бороться или пытаться какой-то стать, вот так вот, сидеть, чай, кофе пить, да, вот, 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 только так одеваться, но это буду уже не я, понимаете, а я разрешила себе быть, такой, какая я есть, вот, все разные, кто-то культурный, кто-то не позволит себе матного словца, кто-то там не позволит, понимаете, не даю больше определений, я не веган и не не веган, если я захотела кусок мяса, я стрескала кусок мяса, понимаете, я его не хочу, но я его не ем, вот, а захочу выпить бокал вина, я выпью его, понимаете, и даже это не повлияет никак на мою осознанность, но пока вы думаете, ваш мозг поставил определение, вино это плохо, тогда это будет влиять на вашу осознанность и на ваши вибрации, тогда мозг будет создавать картинку, я выпила вина, пипец, у меня понизились вибрации, пипец, ко мне притянулись плохие люди, о боже, мне нужно работать, мне нужно очищать свою карму, вибрации, чтобы опять мне сюда подняться, пока вы живете, вы в это верите, это происходит, понимаете, это как меня спрашивают, как тебя зовут, я отвечаю, называй меня ваше величество, вот, я тоже самое, ко мне тут подошел, говорит, боже, какая ты красивая, я говорю, я знаю, я знаю, потом говорю, да ладно, типа, I'm joking, шучу, потом говорю, да нет, не шучу, я на самом деле знаю это, да блин, ну жизнь, это реально, блин, joke, это шутка, знаете, есть такой один документальный фильм, по-моему, на английском, Cosmic Fart называется, Космический пук, вот реально, вот реально, понимаете, но, бля, уму это страшно поверить в это, осознать, что все так просто и легко одновременно, одновременно, потому что, когда ты это понимаешь, у некоторых сдвиг по фазе происходит, ты начинаешь просто ржать, понимаете, почему я ржу, блин, ну потому что, ну смешно, мне по кайфу, я ржу, потому что смешно, 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 смотрю на всю пафос, серьезность людей, претеншесность, вот это претендование, я это, я на такой машине, вот здесь я это съем, вот здесь я это сделаю, но и это тоже имеет право быть, они играют свою игру, понимаете, А я ржу, а я играю в свою игру. Кого, не знаю, кого. Нет меня, ничего нету, вообще нет ничего. Пустота, пустота, которая играется сама с собой. И это так классно уводит ближе, дальше от истины, от сути к бессути, от действия к бездействию. Вот она, вот она, вот она, жизнь, жизнь, жизнь. Она происходит прямо сейчас, прямо здесь. Космический пук. Да, космик форт, я говорю вам. Эфир, сплошной инсайт. Слушайте, я рада, я рада. Скажу честно, признаюсь честно, Джулия вам признается честно, что перед тем, как она позволила себе быть, у нее пипец какой страх огромный. Бля, она всю ночь не спала. Я помню конкретно этот день, когда произошел этот шифт, и она себе позволила просто быть. У нее столько было страха. Почему? Потому что она себя не принимала. Вот этот страх, он был иллюзия. Она раз этот страх отпустила, сказала, да будь, что будет. И начала просто жить. Начала просто жить так, как задумано жизнью было для нее. Без определения, кем она должна быть, сколько она должна денег зарабатывать, как она должна выглядеть сейчас, должен у нее быть муж или нет, должны ли быть дети. Нету определения у Джулии. Есть картинка, все. Вот это мой фильм. У вас свой. У вас есть дети. И это чудесно есть. Джулия не знает, может, у нее когда-то будут дети, может, не будет. Ну что, она сейчас будет убиваться, сидеть? А-а-а, у меня не будет детей или нет детей, или у меня их еще не было. Вы понимаете, но это бессмысленно. Потому что картинка, фильм, игра, воображение. Допустим, кто-то играет роль президента, а кто-то порно-актриса. Конечно. И между ними разницы абсолютно нет никакой. Ни один хороший, а другая плохая. Абсолютно нету. Пиарочка, почему мат? Я не знаю. Пиара, почему мат? Сейчас я подожду, пока пиара мне ответит. Hello, пиара, ты где? Не знаю, пиара нет в этот момент, есть Джулия. Наверное, поэтому мат. Когда будет пиара, значит, будет все пиарически. Феерически, пиарически. Оплачь, да. Несколько и не кем просто быть. Так, оплачь. А что плачь? Плачь. Плачь. Когда мы плачем? Когда мысль какая-то проскользнула. Вчера мне с ним было так хорошо, а сегодня его уже нету. Бля, дай поплачу. Вот и все. Браво. Вы сами когда-нибудь включайте свою осознанность, как идеально вы играете свои роли. Я иногда ржу над собой, как я играю, как она играет. Понимаете? Понимаете? Роли идеальны. Вот я сейчас тоже сижу, тут играю, есть осознанность того, что даже это игра. Ну, а как иначе? Иначе бы, если бы я сейчас вообще перестала играть, просто сидела бы молча и молчала и смотрела бы на вас. Ну, окей, помолчали бы. Кто-то бы выключил эфир. Кто-то бы увидел какое-то божественное свечение. Кто-то бы зарядился энергией. И, понимаете, ваша собственная игра, вашего ума и вашего воображения включилась бы. Понимаете, как все гениально, просто и сложно. Вот. Просто нужно себе позволить быть такими, какие вы есть. Вот такие, какие вы есть. Хорошие, плохие. Потому что нет хорошего, плохого. Понимаете? Свобода. Свобода есть в этом. Любить, любовь, видеть ее во всем. Но это нужно чувствовать. Это себя невозможно заставить. Вот. А от восхищения пустить слезу. Тоже иллюзия и страдания. Все иллюзия. Я тоже еду в машине, блин, реву пипец. Смотрю на этот мир, блин, какой мир классный. Какое у меня сердце раскрытое. Как я люблю всех. Понимаете? Это, опять-таки, состояние, за которое держится ум. Вот сейчас мне так классно. Значит, я живу, значит, сейчас все происходит. Состояние. Ум хватается за состояние. Понимаете? Вот. Ну, опять-таки, и это имеет место быть. Все имеет место быть. Все очень просто, понимаю, на все сто. Кристин, я рада. Я рада. И я сейчас, знаете, что хотела сказать. Блин, вот так бы было всегда, чтобы мы всегда это помнили. И это опять привязки. Привязки, привязки и контроль. Вот сейчас так в моменте. Вы смотрите меня. У вас есть какие-то инсайты, осознания. Радуйтесь. Наслаждайтесь. Не привязывайтесь ни к чему. Потому что я, знаете, постоянно инсайты все свои записываю. У меня в тетрадке сто тысяч сайтов. В телефоне сто тысяч сайтов. Вы думаете, я их читаю каждый день? Нет. Потому что я к ним не привязываюсь. Ну, потому что, ну вот, по моменту. Вот пропала осознанность в моменте, ну, значит, пропала. Где-то я что-то сделала, значит, так сыграть надо было. Где-то я разозлилась, ну, значит, я разозлилась. Где-то я проявила высокомерие, ну, значит, вот оно, вот оно. Все в моменте происходит. Понимаете? Но осознание себя равно любовь себя. Это будет самой огромной помощью того, чтобы возвращаться к себе домой. Опять-таки, возвращаться. Даже слова здесь бессмысленные. Мы никуда и не уходили, и никогда не уйдем. Но, тем не менее, многим из нас, из вас, кажется, или казалось, и мне так казалось, что мы потеряны где-то. Мы себя потеряли. Мы себя ищем, мы себя не можем найти. Мозг, ум. Ум что-то пытается делать. Ум что-то ищет. Ум придумывает себе работу. А с умом, с работой происходит страдание. Ум беспокойный. Понимаете? Любовь к себе – это фундамент всего и понимание, сознание себя. Все начинается отсюда. Полное принятие, осознание, позволение быть. Это непросто. Но это возможно. А с другой стороны, просто и непросто. Всем привет. Я смотрю, много присоединилась. Все махают, машут-машут ручками. Так. Вопросы хотите что-то позадавать? Если нет, есть какой? Как обмануть ум? Никак его обмануть нельзя. Даже этот вопрос задал сейчас ваш ум. Ум спрашивает, как обмануть себя. Представляете? Придумал себе еще одно задание. Как я могу обмануть себя? Дай-ка я себе придумаю еще одну дорожку, которая будет уводить от истины. Как мне себя обмануть? Никак. Можно просто стать его мастером. Да? Потому что пока он наш мастер. Пока он зверек. Вот мы его кормим, кормим он. Чем больше мы его кормим, тем больше он жрет, тем больше он растет, растет. Большой, 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 большой становится. Понимать. Переключаться на состояние «я есть» в моменте. Отключать, как должно быть или как было. Отключать определение. Наблюдать за своими мыслями. Перестать осуждать всех и вся. Потому что вы не знаете, как хорошо, как плохо. А потому что нет хорошо и неплохо. Мирозданием так было задумано. Понимаете? И просветленный человек ничем не лучше, не выше от непросветленного. Понимаете? Это всего лишь навсего определение ума. Это просто разные состояния. Вот и все. Ушел вопрос вверх и потерялся. Я задавала выше. А от чего зависит, в какой роли ты окажешься? Кто выбирает нам роли? Слушайте, если бы вы раньше спросили, я бы ответила, наверное, по-другому. А там несколько месяцев назад... Сейчас отвечу. Да, секунду еще. Прочитаю. Моменты проходят. Жизнь проходит. Так вот успокоить свой ум, чтобы не париться о том, что жизнь проходит. Жизнь не проходит. Она никогда не начиналась. Она никогда не закончится. Она сейчас есть. Она не проходит. Вы каждый день открываете глаза. Новая жизнь начинается. Понимаете? Старых вас уже нету. Вчера уже нету. Выглядите вы по-другому. Тело не то. Понимаете? Уже меняется. Волосы растут. Или вы их обрезаете. Понимаете? Или они сидят. Или еще что-то. А жизнь, она вот она в моменте. Так. Кто выбирает нам роли? Ну, высший разум, сознание, энергия, солнце, бог, вселенная, жизнь сама. Все происходит автоматически. Автоматически. Этого я сказать не могу. Кто конкретно именно выбирает. Или если вы хотите надеяться, что есть какой-то кто-то с седой бородой, кто сидит на облаке. Это опять-таки определение для ума, которое дает уму возможность контроля и спокойствия. Окей, в этой жизни, смотрите, пример вам перевожу. В этой жизни я буду хорошей девочкой, я буду носить длинные юбки, я буду все делать для своего мужа, я выращу двух детей, посажу дерево, я буду хорошей, я попаду в рай, попаду на небо и в следующей жизни у меня будет хорошая карма. История, иллюзия, придуманная умом для того, чтобы вам было спокойно жить по моменту и держится ум. А потом раз это разваливается, да, происходит другая какая-то история, понимаете? Правы все и неправы одновременно, понимаете? Вот так вот, вот так вот. Поняв и приняв это, становится проще жить, понимаете? Проще жить становится. Просто проще жить, потому что можно жить просто по моменту. И можно наслаждаться моментом, неважно, что вы сейчас делаете. Сидите вы на работе за компьютером, что-то там делаете. Можно найти кайф по этому моменту, понимаете? Вот я раньше, там 17, 18, 30 лет, о господи, 30, 20 лет мне было, вообще далека была от состояния осознанности. Ну, блин, я так кайфовала, я работала ночами, девчонки и мальчишки, в казино, блин, ночами работала на ресепшене. Я не спала, блин, меня сквозняки продували, понимаете? Но я жила, блин, в этом моменте, мне так кайфово было, приходили люди, я их регистрировала в компьютере, что-то делала, понимаете? Вот, я просто жила, утром просыпалась, солнце было, я так радовалась, думаю, блин, как классно я живу в Москве. Я не думала, блин, а почему вот у меня этого нет, а у нее это есть, понимаете? Вот, и как-то вот я вот радовалась жизни, а потом настала другая жизнь, когда у меня появилось все, с ничего все. Америка, это мечта стольких людей, муж, классный дом, машина первая, своя, одежда, шмотки, деньги, ничего не надо делать, работать не надо, ни о чем не думать. Все схлопнулось, начались страдания, понимаете? Вот так вот. Так что это ни от чего не зависит, ни от того, кто вы есть, что у вас есть или чего у вас нету. Так, когда-то в детстве я про это знала, что новый день это есть новая жизнь, абсолютно, абсолютно новый день, новая жизнь. Просто классно быть, понимаете? Просто быть. Любить людей. Это же так классно, что в вашем фильме есть какие-то люди. Вот представьте, у кого-то из вас есть мама, папа. Вот, например, у меня папы нет уже. А ну мне классно, что у меня есть мама еще, я радуюсь этому. Да? Раньше я не ценила свою подругу, я осуждала ее, думаю, блин, родилась в богатой семье, ни разу в жизни не работала, покупает футболки по тысяче долларов. Не ценила, понимаете? А сейчас думаю, блин, как это круто, что у меня такая подруга. Ценю ее, просто что она есть в моем сценарии, в моей жизни. Такая, какая она есть. Ценить, не держаться ни за что, благодарить всех, кто приходит, кто уходит. Не говорите, вот этот человек осознан, а этот не осознан. А вы ни хрена не знаете на самом деле, кто осознан, а кто нет. Поверьте мне, даже то, что вы считаете сейчас, ум вас ждал определения осознанности или просветления, далеко от истины, да? Поверьте мне, уж поверьте, вот сейчас я это точно знаю, ум мой увидел, эти иллюзорность осознанности и каким должен быть осознанный человек. А есть такие люди по осознанности нас с вами, которые живут на ферме, разводят уток, свиней, животных, сажают что-то, живут простую жизнь. Наслаждаются, кайфуют, не страдают. Вот, понимаете, вот она, осознанность, проживание жизни того, что дала вам жизнь, ваш сценарий, негнание, блин, за мечтами, не манифестация сидя в этих самых, манифестации изобилия, понимаете? Ну и опять-таки, ну и даже это имеет место быть, потому что везде своя роль. Я тоже эту роль тогда играла, поймите, понимаете, очень сложно это объяснять. Сейчас посмотрю, что делать, если я хочу управлять миром, а у Бога на меня другие планы? Так ты пойми, я, кто я, кто это я, Бог, другие планы. Самое сложное теперь смириться с этим. Смириться с чем? Это твое эго борется, эго пытается с чем-то мириться, не с чем мириться. Иллюзия, придуманная эгом, как должно быть сейчас или типа чего хочет эго? Ты пойми это. Это твое эго хочет. И у тебя сейчас этого нету, и ты страдаешь по моменту, потому что ты не можешь управлять миром, как хочет твое эго. И ты пытаешься с этим смириться. Очередная история. А где ты сейчас сама в этом моменте, твое есть бытие? Мне как-то приснился сон, где мне сообщили, что пора умереть. И мне тогда грустно стало от того, что я не смогу больше чувствовать и ощущать телом этот мир. Но я знала, что я есть, никуда не денется. Абсолютно верно. Это огромный подарок. Это огромный подарок нам. И не факт, что мы сюда вернемся и опять будем колбаситься и продолжать. Понимаете? И теперь, ну, в общем, живите здесь и сейчас. Все. Говорю словами, очень сложно сказать, потому что ум пытается сказать. Даже не хочу говорить каких-то вещей, чтобы не делать конфьюз и дальше далеко еще от истины не уводить. Благодарю тебя за то, что делишься и помогаешь жить здесь и сейчас и радоваться. Можно радость даже в грусти найти, поверьте мне. Если вы осознаете себя в моменте как опыт и будете просто наблюдать за этим состоянием и погрустить классно, и поплакать, и повеселиться, и боль испытать. Все имеет место быть. Абсолютно все. Абсолютно все. Как справиться с незавершенным отношением? Душу угнетает. Хочется встретиться с бывшим человеком, потому что осознаю, что не отпустила, застряла в прошлом. Вот смотрите, ваш ум сейчас вам сказал, что это душу угнетает. Да это не душа угнетает. Душу ничего не угнетает в данном моменте. Душа кайфует, веселится, она танцует. Душа постоянно в танцах. Я думаю, блин, почему мне так постоянно хочется танцевать? Я везде танцую. Я вчера сидела в ресторане и танцевала. Ем, танцую, танцую. Утром сегодня сижу, делаю йогу, танцую. Мне так вот оно, танец, танец, танец. Вот это вот. Танец. Вечный танец сознания. Вот он, звезды вселенные. Танец. Душа, она вот. Душа не страдает. Поймите. Ум. Ум угнетает что-то. Хочется встретиться. Ума уже есть цель. Ага. Хочется встретиться. Понять, почему, что. Понимаете? Эго начинает. Все это эго. Раздувание историй. А вы наблюдаете просто за этими ощущениями. Вы знаете, что вы не отпустили отношения. Откуда вы это знаете? Вам хочется так. Ум нашел себе историю, за которую он держится. Вместо того, чтобы жить по моменту, сейчас наслаждаться просто моментом, открыть себя к новому сценарию, к тому, что будет происходить, ум идет в прошлое. Хочет держаться за прошлое. Ему страшно все неизведанное, все новое. И ум такой в прошлое. Ум такой вам говорит, я не отпустила, надо встретиться, надо что-то проработать, что-то незаконченное. Ну, вы понимаете? Истории, истории, истории. Депрессия много лет не знала сама. Боролась в мире за свои мечты, но разочарование полное. Как выйти из депрессии? Днем нормально, но ночью без моего контроля организм весь напрягается и сердцебиение. Ой, да, знакомо мне это. Слава Богу. Слава Богу. Почему? Потому что могу на собственном опыте рассказать. Я тоже не знала, что я была в депрессии, я просто говорила, что я в каком-то таком состоянии была, мне неинтересно было жить, ничего. Вы смотрели мое видео? Скажите мне, пожалуйста, на ютубе «Осторожно кундалини йога». Я рассказываю там, как у меня это произошло. У меня нету всех ответов на вопросы. Я могу только заговорить за Джулию и какой опыт она пережила. Джулия вышла из этого состояния через кундалини йогу. На тот момент ей попалось вот это вот. Вот ей это помогло, да? Потому что через кундалини йогу, работая с физическим телом, если мы сейчас возвращаемся в нормальный физический мир, живем все-таки в физическом мире, продолжаем играть в эту игру, то нужно работать над энергией, над гормонами, да? Дыхательные практики. Начинаем двигать энергию, потому что депрессия – это все невыраженные эмоции, невыпущенные из физического тела эмоции. Их нужно вырывать из организма, да? Почему, например, даже когда человек просто танцует? Человек не будет танцевать депрессией. Он начинает танцевать, начинает двигать энергию. Бум-бум-бум. Начинает подниматься все. Вот оно. Поэтому именно Джулия избавилась от депрессии через кундалини йогу. Я вот только так могу сказать. Наверное, есть разные способы. У кого что, кому что помогает. У меня это было через проработку. Физические упражнения, которые оказывали специальный стресс на нервную систему. В нервной системе находились блоки энергетические травмы, мысли, депрессия. Все это находилось там. Через специфические упражнения кундалини йоги и дыхание одновременно активировались все лимфы, узлы лимфатические, мышцы, сухожилия, нервная система. Открывались, скрывались, кислород поступал, энергия начала все, где она застаивалась, она начинала двигаться и все. И она начинала выходить. Гормональный фон стабилизировался. Потому что депрессия это что? Это гормоны. Незбалортированные гормоны. Допамин уходит по нулям. Окситосин. И все. И нам фигово. Плюс ко всему у меня еще была щитовидка, поэтому это тоже вклад такой вносило в мое состояние депрессии. Поэтому Джулия помогла именно кундалини йога, дыхательной практике и медитации на тот момент. Что делать, когда ты застряла в детстве? Мне 26, но я не чувствую себя на этот возраст. Просто вокруг все говорят, надо взрослеть, и от этого начинаю уходить себя. Ну вот им надо, пусть и взрослеют. Слушайте, мне 40 лет, я себя чувствую на 16. И что? Главное, чтобы тебе было классно. Пойми это. Мы все разные. Кто-то такой считает себя такой вот такой. Кто-то себе не может позволить. Вот я как ребенок. Это my nature. Это моя природа. Я такой вот создана была. Так. Так, звук появился или нет? Ой, подождите, что-то не работает. Есть звук или нет? Надо на зарядочку поставить. О, появился? Класс! Секундочку. Подождите. Розеточку еще. А я в тебя влюбляюсь, Татарис. Окей, сейчас секунду на зарядку поставлю, потому что пропадает звук. Ага, все, заряжается. Отлично. Итак, о чем я там вещала? Благодарю за ожидание. Исцеляющий эфир. Есть над чем задуматься. Как найти своего гуру? Ну, хотела вам сказать, не надо никого искать. Вы сами свой гуру. В общем, как найти? Если суждено вам, то жизнь вам его даст. По сценарию. Нет, значит нет. А, так вот, про детство. Окей. Ну и что? Вот мне 40 лет. Выгляжу я на 25. Мне так кайфово, мне так нравится. Такой меня создала вселенная, создал Бог. Поэтому кому надо взрослеть... Спасибо, купила вчера про ободок. Кому надо взрослеть, пускай взрослеет. Давайте встречу организуем. А вы что, в Лос-Анджелесе живете, Наталья? Девчонки вот тут мне из Лос-Анджелеса пишут. Я так с удовольствием. Спасибо, дорога. Ответила на мои многолетние поиски. Поймите, что пока вы себя не знаете, не любите, не принимаете, люди будут постоянно вмешиваться в вашу жизнь. И говорить вам, какими вы должны быть. Сами они свою не живут, не проживают. Понимаете, мне хрен заняться. То, что человек, который живет свою жизнь, им некогда давать советы, им некогда писать комментарии. Понимаете? Какие-то там негативные. Кого-то ненавидеть. Некогда. Вот я ни разу в жизни не писала негативные комментарии. Я вам клянусь. Никогда. То есть, если мне что-то не нравится, я просто прохожу мимо. Я же по улице иду, блин, не знаю, на какашку. Собака насрала. Я такая, не поднимаю эту какашку своими руками и говорю, мне не нравится. Просто прохожу мимо. Правильно? Вот. Элементарно все просто. Что-то вам хотел сказать. Кто-то мне тут что-то сказал недавно. И так интересно было, как я ответила на этот вопрос. Пиара, как у вас шоппинг вчера? Классно. Я же выкладывала, что я там прикупила. Все прикупила. Все, что видели на картинках. Да, задавай вопрос. Как тебя зовут? Это мужчина или женщина? Напиши, пожалуйста, как к тебе обращаться. Это правда. И я тоже. Что? Подождите, подождите. Что-то я хотела вам рассказать. Какой-то мне интересный вопрос задали. Ну ладно. Значит, не важно было. Задавай вопрос. А, про онлайн-встречу. Онлайн-встречу я провожу в зуме. Провожу в зуме онлайн-встречу. Проводила. Просто помолчать тоже хорошо. Эльмир. Очень приятно, Эльмир. Задавайте свой вопрос. Кому вы только будете задавать, определитесь. Джулии, Пиаре или Высшему Разуму. Есть и Бусь, конечно. Сейчас здесь есть только вот этот персонаж, который перед вами. Май! Все, задавайте вопросы, я буду отключаться. Потому что поток у меня закончен. И я пойду поделаю кое-что. Попишу кое-что. Джулии нужно дописать сценарий ее курса. Который она начинает снимать в следующий понедельник уже. Про любовь к себе. Так, что там еще по вопросикам были у вас? Или я пропустила? Это я в своем новом офисе? Да это я так называю офис. Да, здесь, в этом доме я сейчас нахожусь. Эльмир стесняется, но не сдается. Эльмир, может, просто он пишет. Знаете, когда иногда вопрос долго пишешь, ну, не показывается. Одиночество тоже роль от ума? Ну, конечно. Конечно. Ну, нету никакого одиночества, понимаете? Потому что нет того, кто бы чувствовался одиноким. Мы есть все. Сознание. Сознание наше создало всю эту картинку. Каждого человека. Какое одиночество? Это опять сравнение ума. Как должно быть, понимаете? Вот как должно быть. Типа, ум, что сказал? В этот момент вот я одна, лежу на кровати дома. Значит, я одинока, да? Понимаете? Отслеживайте. Я же вам вначале дала формулу эфира. Так, давайте. Как относитесь к оккультизму? Что поддерживаете и изучаете? Кабалу. Все изучила, все прошла. Ничего мне не интересно, ничего не имеет смысла. Поэтому занимайтесь тем, к чему у вас лежит душа. Играйте свои роли каждый. У вас новый дом очень уютно. Это не у меня новый дом. Это Джулия жизнь дает. Все приходит в ее жизнь. Приходит, уходит. Так что вот. У многих есть мечта. Из мечты цель. И тогда ты туда движешься. Но, допустим, у меня ее нет. Ну, так получается, ты никуда не двигаешься. А в чем вопрос? К знаку вопроса нет, не поняла. Во-первых, вы когда говорите, у многих, у многих. Откуда вы знаете? Вы же не знаете. Говорите, давайте за себя только говорить. А нету мечты. Ну и что? У меня тоже нету мечты. И цели нету у меня. Все происходит по моменту. Вот если что-то хочется делать, я встаю и делаю. Не хочется, не делаю. Понимаете? На это требуется огромная, как это сказать, я скажу по-русски, смелость, чтобы так жить. Это да. Это, скажу честно, смелость требуется, чтобы жить в полнейшем доверии. Ну и осознанность, конечно же. Привет, дорогая. Ой, Дариночка, ты пропустила все самое интересное. Я в самом начале эфира дала формулу, как не страдать и откуда страдания идут. Поэтому вот. Все, мои любимые. Я рада, что вы были со мной. А если тебе кажется, что рядом не те люди и не то место. Кажется, ключевое слово. Кажется. Кому тебе? Уму твоему кажется. Уму твоему кажется. Знаете, мне тоже раньше казалось, что я такая охеренная, блин, такой внешности, как у меня, нужно быть самой знаменитой актрисой Голливуда. Ходила в кино, смотрела фильмы, сидела, рыдала. Эго моё рыдало. Почему меня никто не видит? Почему меня никто не ценит? Почему я не на экране? Почему эта баба там, а не я? Понимаете, мне тоже казалось. Вот. Понимаете, да, о чём я? Я вот не выбираю. То есть, ну я ничего не выбираю. Как идёт жизнь, так и идёт. Ничего я не выбираю, ничего я не контролирую. Я не выбирала, чтобы переехать, там, например, из Майами в Лэй. Всё происходит, она жизнь сама. Не выбирала это, не выбирала потом, чтобы работать, как бы, выбор иллюзия тоже. Мы же хотим всё контролировать. Если мы признаемся сами себе, что выбор иллюзия, мозг, ум с ума сойдёт. Что ты знаешь, что ты имеешь в виду, иллюзия. Это я ум. Это я сделал это решение. Это я принял, куда пойти, что сделать. Ну, каждый выбирает своё, как верить. Дорогой мой мужчина, вот эти вот, вот такие темы, вопросы, они мне уже не интересны, не актуальны для меня. Ни про кундалини, ни про энергию, ни про срахасрару, ни про... Это очередные игры. Я в них, ну, Джулия в них уже больше не играет. Поэтому найдите кого-нибудь поактуальнее, кто играет в эту игру, и кто вам будет давать ответы на эти вопросы. Смотришь Инстаграм, как будто какое-то куль богатства рекламируют. Дома, машины и деньги. Смотря на них, даже если не хочется этого, на такое чувство, как будто они прививают это. Но они играют в свою игру, а вы в свою. Я считаю, что ты могла бы быть на экране, и ты достойна этого. Наверное, самое, чего я достойна, это экран Инстаграма, Ютуба. Опять, эго. Эго ваше говорит, эго ваше дало мне определение, эго ваше говорит, что ты, Джулия, достойна. Меня это и бесит, что хочется другого, а мечтать смысла нет. Огромное-огромное спасибо, Джулия. И вам спасибо. Просто, что вы есть. Просто, что даете возможность мне быть. Потому что без вас нет меня. А без меня вы есть. Я не знаю. Есть. Я есть. Так вот, как раз про актрису. Про мечту и цель. Есть такое желание. Но даже если представляю, что получила бы Оскар, хоть и звучит, может, смешно, то внутри пустота. Вы же не знаете, как будет. Мозг опять, ваш ум дал определение. Если это случится, то внутри пустота, значит, ничего не будет. Любимые, живите по моменту, по импульсу. Вот что у вас в импульсе, в моменте происходит? Вот утром вы проснулись. Вот что у вас импульс? Я утром проснулась, пошла в ванну, умываю лицо холодной водой. Мне так классно. Вы не представляете, как я кайфую от первого соприкосновения с холодной водой. Я вам клянусь. Это прям такое чудо. Почувствовать вот эту вот холодную воду у себя на коже. Просто пипец. Потом я свое лицо так вот трогаю. Думаю, блин, как интересно, так интересно. Потом я делаю массаж. Массажик, пританцовываю. Мне так нравится. Вот мне вот в это кайфую я в моменте. Понимаете? По импульсу, по душе, по моменту. Как дети. Как дети будьте. Будьте как дети. Какие физические упражнения у вас сейчас? У меня свой набор упражнений. Я делаю свои растяжки, совмещенные с кундалини йогой. Свой полный сет у меня составлен для моего лично тела. Растяжки, дыхательные, кундалини. Пилатес туда немножко внедрила. Немного танцы. Вот и все. То есть никаких тренажерных залов, никаких гантелей. Работа просто собственная со своим телом. Ильмир, по-моему, да? Ильмир, вот вы не по адресу в этот эфир. Вообще тут мужчин в принципе не бывает. Поэтому не ко мне вопрос. Идите к каким-нибудь духовным учителям, гуру и кундалини. То есть не актуально сейчас это. Мне не интересно. Если вы не думаете, что это игра, ну хорошо, не думайте. Играйте свою роль. Я играю свою. То есть остается жить в моменте. Абсолютно. Абсолютно. Остается жить в моменте. И дальше, а дальше, а дальше. Знаете, что дальше? А дальше любовь. Дальше любовь. Негативные энергии я не видела. Негативные, позитивные. Опять определение. Определение. Темное, белое. Черное, белое. Хорошо, плохо. Негативные, позитивные. И все мы бываем негативными. И все мы бываем позитивными. И это не хорошо и не плохо. Это просто есть. Это задумка. Это природа. Это nature. Nature. Это жизнь. Это жизнь. Такая задуманная. И она прекрасна этим. Она этим прекрасна. Все. Я побежала. Надеюсь, это было полезно. Благодарю. Ну, фильтр помогает, конечно, выглядеть супер. Но я и так ничего и без фильтра. Ха-ха. Так. Все. Люблю, целую, обнимаю. До встречи. Когда не знаю. Все происходит в моменте. По импульсу в моменте. Девчонки. Живите радостей с жизнью. Хочу всех вас обнять. Огромной вселенской любовью. Если бы в физическом мире сейчас здесь бы вы со мной были. Прям взяли бы все огромный круг. Взялись бы за руки. И просто бы смеялись. Долго-долго. Танцевали бы. Веселились. Смеялись. И проживали бы жизнь в моменте. Живите, живите, живите. Пользуйтесь этим днем. Жизнь. Никто не знает, когда она закончится. Не оставляйте на завтра свое состояние. Проживайте по максимуму. Вот знаете, что такое вообще реально полное состояние осознанности? Последнее вам скажу и удалюсь. Это полная тотальность. Вот полная тотальность. Вот вы знаете, я сегодня утром стояла и мыла посуду. И в этот момент я была настолько осознанна. Знаете, как я поняла, почему я была осознанна? Потому что когда включилась неосознанность и включились мысли, я поняла себя, словила на мысли, что в тот момент, когда я мыла посуду, я кайфовала. Я ни о чем не думала вообще. Вот оно, тотальность. Я была полностью погружена в этот процесс. А потом я вышла на улицу и увидела огромную паутину и такого здорового паука. Я, наверное, 5 минут на него стояла и смотрела. И знаете, что я потом сделала? Я нашла на полу дохлую осу, она валялась на полу, и я подбросила ему ее в паутину. И наблюдала за пауком, как он несся к ней, думал, что это его живая жертва, и пытался ее съесть. И я кайфовала в этом моменте, понимаете? Понимаете? Вот она, тотальность. Тотальность во всем. Погружаться полностью, вот что бы вы ни делали. Уроки с ребенком, значит, это уроки с ребенком. Занятие любовью с любимым человеком. Вот смотрите, когда мы любовью занимаемся, понимаете? Мы же себя теряем полностью в этот момент. Эго не существует. Если только вы не думаете, ой, ой, как бы мне испытать оргазм, вот я сейчас ничего не чувствую, тут он не так сделал, тут он не так повернулся к ишлену. Но если вы полностью в моменте, в тотальности, вы растворяетесь, нету больше ваш, нету эго, нету мыслей, правильно? И именно так происходит вот этот вот explosion, взрыв. Потому что вы тотально погружены в момент. Вот полная абсолютная тотальность. Что бы вы ни делали, тантра, чему учит тантра? Тантра учит тотальности. В тантре есть упражнения на поднятие осознанности. Ладно, выдам вам один секретик. Хорошо, в конце эфира. Давайте сейчас дам. Очень простая техника. Очень простая техника. Если ее будете применять. Да, большинство людей слушают, пропускают. В одно ухо уходит, в другое уходит. Ничего не делают. Потом спрашивают, что, как быть. Практикуйте хоть что-то. Смотрите. Техника называется... Так, как она называется по-русски-то? Там есть паутинка, одна техника. В общем, я своими словами расскажу. Смотрите. Техника называется фокусирование, фокусировка внимания на вот этой вот части, макушечки. Вот представьте сейчас, внутренним взором вы раз, подтянули все свое внимание, как бы всю свою энергию, внимание, внимание у вас на макушке. Почувствуйте разницу. Раз, внимание на макушке. Понимаете? Чувствуете? Раз, таки, протянули себя. Даже вот здесь вот лицо подтянулось. Раз, как будто подтяжка. И сфокусировали, натянули его там. И храните фокус своего внимания на макушке. Вот там вот из этого состояния, осознанность в этом состоянии на макушечке сейчас. И вот эта вот осознанность храните там для себя. Вот это вот состояние, где вы фокусируете внимание на макушке, можно делать и лежа, и стоя, и сидя, будет вам позволять закрепляться в моменте. А сверху можете еще представить невидимую паутинку. Как будто на вас наделась невидимая паутинка, которая держит вас в невидимом коконе. И вот в этом коконе состояние раз на макушечку перевели, вы будете входить в состояние момента, тотальность. И что бы вы ни делали в вашем моменте, в вашей жизни, наслаждайтесь это, тотально делайте, отключайте. Даже вот посуду мойте. Я говорю, я сегодня наслаждалась просто мытьем посуды, бездумания, не было думания, не происходило. Ум отключился, был просто кайф. Хотя я вообще ненавижу посуду мыть руками. Я обожаю эти посудомочные машинки. Ну, в моем гостевом доме нет посудомочной машинки. В большой доме я не хочу ходить, нести посуду. Вот. И я ее мою руками. И это кайф. Я примерно так себя чувствую и веду, когда накуриваюсь. Вы про что? Пока, пока, пока. Все, я побежала. Я вас люблю, целую. Тотальность во всем. И да пребудет с вами свет вашего собственного гуру. Запомните, не нужен вам никакой гуру, потому что вы сами свой гуру. И темнота, и свет гуру. Темнота, ру, свет. Все есть внутри вас. Все есть жизнь. И вы есть жизнь. И это не вы живете жизнь, а жизнь проживает вас. А! А! Сорри. Поймите. Жизнь проживает. Нас. Меня. Вас. Все. Всех люблю. Всем шикарных выходных. Хотела на английском сказать. Have the best day ever. Пусть самые лучшие выходные у вас будут. Самый лучший день. Самый лучший момент. Самый лучший час. Самая лучшая секунда. The best, the best, the best. И я люблю. И я люблю. Люблю, люблю, люблю. Ой, знаете, что сейчас вспомнила? Не знаю почему. Почему-то Иисус. Почему-то Иисус пришел. И ситуация такая. Ну, если верить в то, что написано на книжечках. Поиграем сейчас. Поиграем в игру. Типа. Типа мы верим. И все это было, да? Иисус. Он же знал, что его предадут. Он же знал, что его предадут. И все равно он их любил. И вот знаете, когда вы мне говорите, люблю, люблю, люблю. Раньше мне это льстило. Я тоже люблю, люблю, люблю. А потом многие из людей, которые подписаны были, типа, типа предавали. Потом там негативные комментарии писали. Какие-то посты про меня писали. И даже к этому я готова. Потому что все не вечно. Вот. И были такие, которые потом возвращались, просили прощения. Говорили, отписались, подписались заново. Тогда не понимали. И все это нормально. Все это имеет место быть. Поэтому не держитесь ни за что. Не держитесь никогда. Ни за чью любовь. Ни за чьи обещания. Просто будьте. Будьте сами собой. Будьте сами. Превратитесь сами в эту любовь. Вот и все. Единственное, что нас будет наполнять, это то, что мы есть любовь и отдавать другим людям. И даже за это не привязывайтесь. Просто будьте. Вот так вот скажу я вам. А я от себя скажу, что я не волшебник, а я просто учусь. Поэтому вот и все. Мурашки. Мурашки. Ой, да, перестаньте. Совершенство. Что есть совершенство? Совершенно все. Все, что создано. Каждый человек совершенен. Честно скажу. Все. Люблю, целую. До связи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok